Добрый день! Мы находимся в районе Хорошевский. И сразу обратите внимание, какая здесь пиздатая архитектура! Триумф Палас! Этот дом, современный, но замаскированный под сталинскую высотку, был построен в 2000-х годах и до появления Москва-Сити был высочайшим домом в Москве с высотой 250 с лишним метров. Посмотрите, какая пиздатая архитектура! Какой большой размерчик! Вот это размер! Почти как мой член! Ты всю жизнь живешь в Москве. Что ты знаешь о ней? Кремль? Вплощадь? Может быть, Мавзолей? А что ты сможешь сказать за свой район? Александр М.В. Я Виктор Триггер. Поведаем тебе истину о всех 130 районах Москвы. Всем привет! С вами Патруль района, четвертый выпуск. И сегодня мы отправимся в район Хорошевский, расположенный в северном округе Москвы. Большинство моих друзей, которые проживают здесь, называют свой район ласково и просто. Полежа. В честь станции метро Полежаевская, от которой они привыкли добираться до дома. Однако сам район гораздо больше, чем кажется. Он начинается от метро Аэропорт на севере до почти Москвы Сити на юге. Кроме метро Аэропорта и Полежаевская, недавно в самом сердце района построили еще одну станцию кольцевой новой линии под названием ЦСКА. Поскольку район примыкает к Ленинградскому проспекту и, в принципе, находится недалеко от центра, здесь довольно мажорно. Здесь множество интересных построек и всяких штуков. Так что давайте все заценим. Пока бабка, случайно освоившая интернет, зависает в Одноклассниках, ее рабовладельцы сидят здесь. Что это? Это здание Мэлору Грук. По форме здание напоминает буковку П, что значит пи***цы. И вправду вспомнить хотя бы Амиго Браузер. Слава богу, они отказались от этой идеи. На южной окраине района Хорошевский расположилось самое что ни на есть серьезное предприятие. Завод конструкторского бюро Сухой. Именно здесь делают смертоносные истребители-бомбардировщики, которые хуярят по Сирию стране врагов России террористов. За моей спиной находится одна из самых крупных передовых аренд в Москве. Называется спортивная арена Мегаспорт. На ней проходят соревнования по фигурному катанию и по хоккею. А раньше здесь происходили даже концерты крутых металистов. Например, Озиосборна! По старой традиции мы все с вами сверем фюрму. 150 в фюрмам, 140 обычно дороговато, но я думаю, круто будет. Все так любят свитки, что без шавухи вообще никак. Короче, сверху два мазочка, беленький и красненький. Это предовещает нам уже много чего хорошего. Здесь абсолютно нет ни грамма капусты. То есть, если ты обычно покупаешь шавуху и там все в капусте, то здесь ее нет. А в мясе присутствовал помидор нарезанный. Довольно необычно. Вкусно все-таки. Но цены, я повторюсь, просто пиздец, блядь. В чем еще минус? Вот смотри, капает. Капает, братан. Такого быть не должно. Несмотря на оригинальность, вот за эти косяки, за мою грязную футболку, свиток получает 5 баллов из 10. Не, ну слушай, вообще, на самом деле, да, довольно вкусно и интересно, но при том, при всем. Нас занесло в южную часть Полежаевского района. И вокруг находятся просто бесконечные магистральные улицы, развязки и прочие транспортные артерии. А также все вокруг состоит из промзона. Здесь, блядь, даже железобетонный завод есть. Живется здесь хуево. При всех минусах жирно-индустриальной зоны у нее есть один крупный плюс. Какой же? Здесь можно куда-нибудь свыкаться и попить его. Потому что здесь полно-полно этих подворотней, куда милиция никогда в жизни не заглянет. Когда, как в северной части района, они так и шныряют, чтобы оберегать покой богатеньких граждан. Так, ну окей, мы в промзоне на 4-й магистральной улице. Сейчас проверим слова триггера, что здесь можно офигенно улетиться, чтобы попить пивка. Так, вот я пивко открываю, прислоняюсь к самому обычному бетонному забору. Скоро, я пью пиво. Охуенно! Вторая локация. Самый обычный заборчик возле дорожки. Ну-ка попробуем, как здесь пьется пиво. Довольно неплохо. Ну и, наконец, кульминация. Никому не нужная, едва заметная херовая подворотня. Как пьется пиво здесь? Хуенно пьется здесь пиво. Дорогие друзья, в каждом нашем выпуске, на каждом районе, мы совершенно на шар пищем закладку. Ну, знаете, в типичных местах там прикоп, магнит или в трубе. Очень в трубе. Думажка с текстом. Прочитаем. Дорогие ведущие кинотелепередачи Патруль района. Почему у вас такие огромные члены? Уважаемый зритель, ответ очень прост. Мы просто очень часто трахаемся с тёлками. А как известно, если очень много трахаться, а то член вдоль будет вытягиваться. Мы находимся в центре района Хорошевский. Здесь в советское время был просто пустырь, который назывался Хадыльское поле. После здесь появился аэродром, откуда взлетали истребители, чтобы противодействовать немцам во Вторую мировую. Потом аэродром отсюда убрали. Здесь просто была пустая площадка, которую облюбовали местные автолюбители. И скорее всего, именно здесь твой батя учился водить машину. Но потом пришли времена Лужкова, и началась точечная застройка. Действительно, посмотрите, каких только домов в центре Хорошевского района не бывает. Вот, например, дом в виде паруса, вот дом в виде каких-то башен из космоса, вот дом в виде конструктора Лего. Вот такой, такой, такой. Это круто. Это выглядит, как какая-то Россия счастливого будущего. Вот эти маленькие домики, похожие на американские таунхаусы, это один из немногих крутых проектов бывшего мэра Лужкова. Он выделил такие квартиры, чуть ли не бесплатно, малоимущим многодетным семям. Ну вот, давайте познакомимся с гостем нашего сегодняшнего шоу, металлистом-мажорой Жеколь. Здорово, братан. Бонжур. Ну что, вот мы и оказались, Жек, у тебя в районе Хорошевский. Расскажи, давно здесь живешь? С 2007 года. С 2007 года, слушай, почти 10 лет, немалый срок. Блядь, ты говоришь, как будто бы я отмотал его здесь, нахуй. Расскажи, как за эти 10 лет изменился район? Ну, во-первых, здесь построили стадион ЦСКА, а во-вторых, отсюда съебался Дима Билан. А как думаешь, есть какая-то связь между этими событиями? Ну, наверное, его пиздили кони. Опиши свой район тремя словами. Красивый, молодежный, блядь. Три слова, три слова есть. А скажи, пожалуйста, вот какова вероятность в этом районе, ну, знаешь, идя по улице словить пиздюлей? Ну, здесь нулевая, а вот что касается южной части района, особенно около метрополио Жаевска, там эти вещи происходят довольно регулярно. Сам хоть распиздился на районе? Блядь, дохуя раз. Столько синеботов, сука. А то синебот основной враг. Ну да, в основном враг синеботы, которые, знаешь, это обычные россияне, которые дико бухают в пятницу, ну, имеем же право. Мы с моим соведущим, представителя рабочего класса, так сказать, среднего класса. А здесь мажорский район. Как думаешь, какова вероятность, что местные женщины полюбят нас, несмотря на материальное неблагополучие? Или они любят только тех, кто ездит на Майбахе и Бентли? Ты знаешь, это звук, короче, знаешь, перезагрузки такой. Ну, друб такой, типа. За чекушку водки вообще любая девка даст. Хоть ты ее отмой, хоть наряди там в Луэ Виттоне, в Прадо. Все люди одинаковые в своих повадках, в своих истинных животных порывах. То есть слухи не выводы, они любят огромные хуи. Не меньше этой банки, братан. Фу, нихуя. Если присмотреться к деталям, мы просто охуеем от того, насколько этот район мажорный. Например, вот мусорка. Вроде обычная мусорка. Нихуя, она необычная. Дизайнерская вещь. Слушай, Жек, такой действительно богатый, великолепный район. Я уверен, что здесь, помимо Димы Билана, проживали еще и другие известные люди. Например, когда ты учился в школе, ты не встречался среди своих одноклассников, или, может, там, людей из другой параллели, известных людей, или, там, детей очень богатых родителей? Были всякие рэперы. Например? Ну, про осиное гнездо мы говорить не будем. Мы будем говорить про знаменитого рэпера Фараон. Фараон учился здесь? Да. С тобой в одном классе? Нет, не в одном классе. Он учился на два года младше, чем я. Фараон – это единственный рэпер отсюда? Или, может, у вас тут была целая рэп-движуха, которая породила на свет кучу низкосортных исполнителей? Не, ну, помимо Фарика, здесь еще есть стая малолетних рэперов, школьцов, которые читают про то, как они выкупают оптом гердос и прочие прелести молодого и перспективного, главное перспективного, модного и агрессивного рэпера. Ну, правда, сука, школьника. Ну, в отличие от них всех, в отличие от этой странной шушеры, я добился всего сам, добился девяти подписчиков в своей группе. То есть ты тоже рэпер, несмотря на то, что ты металлист? Да, безусловно, сейчас мы это вам продемонстрируем. Это звуки говна! Это звуки говна И вот мы находимся в авиапарке Поскольку это самый большой торговый центр в Москве Здесь вы найдете абсолютно все Начиная от Ашана, где вы сможете купить по дешевочке Роллтон Заканчивая магазинами Прадо и Гучи Здесь есть абсолютно все и даже более Например, детский городок Кизани Где маленькие пиздяки могут почувствовать себя в роли мента Ну, то есть, примерив на себя работу взрослого гражданина Здесь есть футбольный манеж, где вы зимой можете гибануть футбик Для настоящих мужиков здесь найдется магазин Оби Где вы по дешевочке сможете взять себе плоскогубцы Чтобы не скучать в субботу, пока жена вас пилит Здесь есть самый здоровый нахер аквариум внутри ТЦ в мире Который подозрительно похож на мою татуху Видите, и тут какая-то рыба плавает и тут В общем, закончилось наше путешествие в район Хорошевский В принципе, район охуенный Здесь есть все для красивой жизни Здесь ты можешь стать успешным спортсменом Успешным депутатом, успешным инженером И прочими счастливыми людьми Но, если, конечно, у твоих родаков Или же у тебя у самого Есть 35 миллионов за двусечку в этом районе Несмотря на все экономические успехи северной части района В южной его части все-таки сохраняется атмосфера старой доброй России Где денег нет, надо держаться Полным-полным подворотен, промзон, каких-то неясных дворов И только там ты можешь спрятаться нормально Попиткой в КАС к пацанаме Поискать закладку с письмами от друзей И отлично провести время Поэтому, ребята, я голосую за южную часть района Только там живет дух олдскула Что ж, дамы и господа Надеюсь, вам понравилось Потому что лично мы жутко заебались Поэтому ставьте нам КАУС Подписывайтесь на наш КАУНАУ Какой бы район вы хотели увидеть в следующем Пишите в комментариях Это будет либо Бирилева Либо Пшитинская Будет круто в любом случае А предыдущие наши ролики Про Коктева, Орехова, Борисова Ну что ж, причиститесь по ссылочкам С вами был Патруль района Всем хвой, пацаны!